Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, вас приглашаю в телевизионный журнал «Клуб Шико». Мы с Пушкиным приглашаем вас на выставку кошек. Пушкин, так зовут этого нежного кота, выдержал все, терпеливо вздыхая. Простил мне незнание его породной принадлежности. Я думала, он персидский кот. Оказался, он британец длинношерстный. Ему год и пять месяцев. Мы первый раз на ринге. Мы вообще единственные на ринге. Длинношерстных британцев очень мало. Это у нас гости в Хевастополе. Если бы я смотрела на него издалека, я подумала, что это классический перс. Да, а на самом деле это британец. А какой у него характер? Очень спокойный, ласковый. Котик просто плюшевый. Вот он у нас в гостях, не боится, так что все уже освоился. А у Ольги есть еще один британец, но уже другой. Это мальчик тоже у нас гость, но это уже как бы наш котик. Его зовут Квикли. Он первый раз выступал на ринге. Ему годик. Вот. Это британец золотой, текированный, короткошерстный. Вот. Вчера он получил это, попал в Бест. Он третье место занял. Получил кубок свой первый. Такой британец, гладкошерстный и длинношерстный. Отличаются они по характеру? Да, конечно, отличаются. Пушкин спокойнее? Очень спокойно. А этот Квикли, у него не зря такое имя. Он же быстрый, да? Активный очень мальчик. Первый день, правда, когда мы его привезли, он сидел и ничего не кушал. А на второй день уже встал, покушал. Вчера после ринга поактивничал и уже погонял немножко нашу кошечку. Так что это у нас будет производитель. Ну а мы продолжаем знакомство. Перед вами абиссинские кошки. Да-да, это те самые солнечные египетские коты, изображение которых мы видим на египетских фресках. Есть название такое, как ласка, животное. Ну, я не знаю, с чем оно там связано в природе. Но вот у нас кошки, они самые ласковые. Ласка – это их второе имя, скажем так. То есть они вот, ну, даже вот видно, насколько вот они общительные, насколько они ласковые, насколько они любят людей и расположены к людям. Именно социальные, любители людей, любители детей. А что говорят люди, когда к вам подходят? Называют их обезьянками. А мы их называем, как бы, в нашей породе – это обезьянки. Кошка, собака, обезьяна. Это, скажем, три в одном. Они хорошо дрессируются, хорошо воспитываются. Слово «фу» для них – это как бы они знают, что значит «нельзя». Обезьянки кошки сильные. Вот Софию хозяину не удалось удержать. Но не понравилась Софии видеокамера. Обезьянки кошки очень любят человека. Они всегда рядышком, всегда вместе. И всегда хотят быть в вашей компании. И порода очень активная. До глубокой старости абиссины остаются, как котята. С удовольствием играют, бегают. И с удовольствием гуляют на улице. Их можно брать на поводок. Они рядышком учатся, как собаки, ходить. И можно гулять на пляже, в парке. Но мы подошли к еще одному золотому коту. Это про окрас его шубки. Это яркий представитель шотландской веслоухой кошки. В необыкновенном золотом окрасе. Это называется золотой, текированный котик. Вот такой вот красивый, с необыкновенными глазами зеленого цвета. С очень мягким темпераментом. Очень таким благородным. Очень добрым и очень хорошим нравом. Говорят, они очень интеллигентны. Это правда? Они настолько деликатные, аккуратные и интеллигентные. Очень контактные с людьми. Это просто животное, которое нужно иметь в каждом доме. Обязательно. Порода, конечно, никого не оставит равнодушным. Но и, конечно, пройти мимо разноцветных мейн-кунов Ирины и Эрнеста Симпсонов невозможно. Вот в этом году нам было всего два года. Мы год назад были на выставке с двумя детьми. В этом году мы уже с пятью детьми. А дома еще двое детей осталось. А почему выбрали именно эту породу? Влюбилась. С первого взгляда я поняла, что это мейн-кун, это мое. Это рысик в доме, это собачка в доме, это и кошечка в доме, это и говорун. Он очень интеллигентный кот. Говорливый, ласковый. Своим счастьем, который подарили им кошки Ирина Эрнст, делится со всеми. Это очень прекрасные кошки. Почему мы выбрали эту породу? Потому что эти кошки очень крупные, большие, живые. И с ними никогда не скучно. Кошки прайдовые, хотя их и много, но они всегда хорошо выуживаются, очень дружно. Живут с семьей. На здоровье влияют, на психологию делают нас добрее. И что на теперешний день это очень важно. Выставка кошек собрала в этот раз очень много участников. Мы свой рассказ продолжим в следующей программе. А сейчас наши рубрики. В рубрике «Рядом с другом» фотографии Ольги Ельшиной и ее знаменитого Кани Корса. Присылайте свое фото с домашними питомцами на мою страницу в Facebook. Кот в шоке от такой красоты. Вторые сутки не отходит от рыбок с цветком. Не хочет Мишкин друг играть в снежки. Как вы думаете, кто перед вами? Наш разговор о волках начнем с сюжета моего коллеги из новостей Алексея Щербака. Популяция волков в Крыму увеличивается на глазах. Новую генерацию нельзя назвать аборигенами. Последний, если можно так выразиться, коренной серый хищник, был застрелен еще в начале 20 века, в 1911 году. И только в последние 15 лет в степях и лесах от севера и до предгория Ялты и Севастополя вновь появились эти животные. С ними Сергей Гуленко столкнулся, выезжая из Симферополя по армянской трассе. Неожиданно на проезжую часть выбежала в стаи волков. Мы насчитали где-то 5 особей. Достаточно упитанные волки оказались, перебегали дорогу очень аккуратно, кстати. Если бы там была зебра, то, наверное, по зебре бы переходили. Очень осторожные животные. Что они там делали, неизвестно. Эксперты говорят, такое поведение не характерно для волков. Они стараются держаться подальше от жилья. Нападение на человека – большая редкость. Чаще всего это происходит в случае заболевания животного бешенства. И отбиться от такого волка невооруженному практически невозможно. Вес хищника может достигать 80 килограммов. Так волк всегда старается бегать с человеком. За исключением некоторых случаев, когда он ведет себя нахально. А так он чаще уходит или наблюдает за человеком из укрытия. Человек может даже и не подозревать, что за ним, в общем-то, волк приглядывает из каких-то зарослей. Люди пытаются бороться с нападением хищников на домашний спот. В 2017 году в Белогорском районе провели облаву, но безрезультатно. Против отстрела, особенно лидеров стаи, выступают защитники животных. Они уверены – волки становятся особенно опасными, оставшись без вожака. Напоминают о высоком интеллекте животных, их преданности сообществу, семейной верности, не уступающей всем известной, лебединой. Доказано учеными, специалистами по волкам, что волк занимает важнейшую роль в экосистеме. Он не просто санитар леса, он тренирует всю природу вокруг, она оздоравливается. Вот и все. Волки – потрясающие животные, понимаете, и они нам нужны. В чем сходятся все эксперты? Волк – не игрушка, и сделать из него домашнего питомца не получится. Яркий пример – недавнее нападение ручного волка на ребенка в одном из городских парков Челябинска. Сколько волка ни корби, а он все равно в лес смотрит. Наши предки, придумавшие эту пословицу, наверняка имели неудачный опыт одомашнивания серых хищников. Зверь, даже рожденный в клетке, в душе останется свободным и всегда будет рваться к себе домой, в дикую природу. Ну а мы чаще всего видим их через спрути вольера в зоопарках. Некоторые думают, что это собаки, и удивляются надписи «Волки». Да, волки – семейство псовых. Но ментально между волком и собакой пропасть. У волка нет никакой привязанности к человеку. Волк и вправду старается держаться подальше. Но это в дикой природе. А в зоопарке, выращенные в неволе, волки обычно относятся к людям терпеливо. Правда, есть случаи и дружбы. Волки доброту людей помнят. Вот так стая волков встречает человека, который вырастил и заботился о них. В Европе у волка статус животного, храняемого законом. В Польше за убийство волка можно получить два года тюремного срока. И все потому, что ученые, специалисты по волкам, доказали важность этого хищника в экосистеме природы. Может, стоит и нам отнестись с уважением и пониманием, и, наконец, перестать волка считать вредным животным. Удивительно, но волк умеет быть другом. В рубрике «Чей хвост» китайская хохлатая собака. Эти изящные, нежные животинки бывают двух видов – голые и пуховые. У более известных голых шерсть растет только на голове, ушах, хвосте и лапах. А вот пуховки так часто называют длинношерстных собак, покрытых шелковистым, красивым волосом. Собаки этой породы живут до 18 лет. Китайская хохлатая – нежный компаньон, хорошо ладит со всеми в семье. Собачки этой породы, оба варианта, требуют особого ухода. Собака может жить в доме. Подходит для квартиры. Китайская хохлатая – идеально для тех, кто хочет обучать свою собаку выполнять трюки и команды. Собаки нуждаются в постоянном контакте с человеком, плохо переносят одиночество. Собаки этой породы не переносят перемену хозяев. Цены зависят от многих факторов – от пяти тысяч до тридцати. Ну а в конце программы в нашей рубрике «Фильм-фильм» мы вам советуем посмотреть приключенческий фильм «Два брата». Кино с приключениями о двух тигрятах, которых поймали и разлучили в детстве. Одного тигренка продали в цирк, другой стал домашним питомцем. Но однажды тигры-братья встретились. Что произошло, узнаете с фильма, в котором снималось около 30 тигров из французских зоопарков и Таиланда. В фильме не только тигры, но и удивительная по красоте природа Индокитая. Субтитры создавал DimaTorzok